В подкасте, вживую, как всегда, на природе, будем говорить о самом главном витамине из существующих, которые, я уверен, на 300% вы даже недопонимаете, и на пятую долю важность. Ребята, витамин D сегодня мы с вами будем обсуждать, и я вам расскажу, сколько в день его нужно брать, на какие процессы он влияет, насколько серьезный, глубокий дефицит большая часть людей испытывает. И последние исследования просто шокируют напрочь количество, сроки, объем доз, которые берутся, дефициты, которые в конечном итоге просто приводят к тому, что вас либо рак убьет, либо иммунная система будет слабая, либо депрессия. Сейчас все расскажу. Витамин D это жирорастворимый прогормон, который категорически необходим для огромного количества процессов. В вашем теле есть 20 тысяч генов, и витамин D напрямую влияет на 2000 из них. Дефицит витамина D, если мы берем самые субъективные ощущения, не даст вашему объему серотонина и дофамина реализоваться. То есть это гормоны базовые счастья, радости, антидепрессивные гормоны, которых просто не будет производиться в должном объеме. И дальше, когда их нет, из-за дефицита D витамина, мы начинаем брать антидепрессанты, или алкоголь, или сладкое, или наркотики, или табак, или что-то, что маскирует дефицит его. Следующее, на что влияет витамин D, категорически важен для лейкоцитарной формулы. Все лейкоциты и то, что защищает вас и называется вашей иммунной системой, нуждается в витамине D не просто на какую-то долю, а непосредственно. То есть есть фундаментальные, незаменимые строительные блоки иммунной системы, и витамин D, я вижу это и в своей практике, огромное количество детей и взрослых лечатся антибиотиками, и никто и даже и не думал принять цинк С и Д3 как главный бустер иммунной системы, но витамин D из них самый главный. И вот дефицит витамина D приводит к тому, что иммунная система слаба, дальше люди залечивают какими-то, значит, вариантами антибиотиков, те осложнения, которых и могло и не быть. И видите, у нас получается настроение и состояние психоэмоциональное, избежать прием антидепрессантов. У нас с вами дальше иммунная система, избежать прием антибиотиков и осложнений при болезнях. У нас с вами следующая история, то, о которой вы все знаете, это кальций и его транспортная функция, а точнее все знают, что витамин D нужен для костей, но именно схема, по которой он работает, большая часть не понимают. Витамин D вместе с витамином K реализует транспортную функцию кальция. И реализуя транспортную функцию кальция, мы можем отправить кальций, минерал, непосредственно в упорно-двигательный, в те места, где он необходим. Витамин D и K2 вместе выполняют транспортную функцию этого важнейшего минерала. Без этого объема K и D транспортная функция кальция не будет реализована, и мы имеем консификацию сосудов, мы имеем их хрупкость, и мы имеем атрофию упорно-двигательного и риск инсультов. То есть, грубо говоря, ваши сосуды становятся хрустальными, и они в любой момент могут разорваться, и внутренние кровотечения не опасны, если это подкожное, но категорически опасны, если это в мозгу и у вас инсульт. D витамин противодействует инсультам и помогает вашему упорно-двигательному получить необходимый кальций. Теперь, смотрите, какая штука. Потрясающее невежество и непонимание не у людей обычных, а у врачебного комьюнити. То, что мы видим, прописываемые дозировки приема витамина D. Я в своей практике, когда консультирую, например, в моем курсе, который имеет лицензию Минздрава Чехосской Республики, мы работаем уже долго, очень много лет, 8, если быть точным, в рамках ПГ-марафона. Я когда консультирую, регулярно приходят люди, у которых 90% новичков имеют дефицит D, даже те, кто живет в солнечных странах. Так вот, ситуации, например, полярники, работники специфических профессий, которым непосредственно D нужно брать регулярно, так как они либо недополучают из-за дефицита солнца, либо условия, в которых люди работают соответствующие. То есть, непосредственно с точки зрения протокола прописывается прием витамина D. Вы все знаете, как прописывается витамин D. 50 тысяч юнитов, или раз в неделю, или раз в месяц берется. Что вот это, я очень прошу вас, ребята, 50 тысяч юнитов, во-первых, это небольшая дозировка, и чтобы брать ее там раз в месяц, и даже в моей практике были люди, которым по долгу службы рекомендовано приемом миллион юнитов раз в год. Выпиющие абсолютно некорректно, витамин D, когда вы его принимаете вовнутрь, он не действует по принципу, мы создали депо, и нам его надолго хватает. Витамин D есть активно и есть неактивные формы. Витамин D у нас с вами, тот, который вы получаете от солнца, производится он связка кожа, печень, почки. У вас есть витамин D, который вы получаете внутренне пищевой, например, там из рыбы, или жира печени трески, или из яиц, или там еще из чего-нибудь, что вы едите из D, печени, там прочих. Есть витамин D, который вы получаете из капель, в жир, значит, не синтетически, но на жировой основе, который вы берете. И любая из этих форм не является финально активной формой. В вашем организме проходит всегда конверсия в активную форму, которую клетка может использовать. Так вот, весь смысл в том, что когда ты принимаешь, например, 10 тысяч витамина D сегодня, то завтра его активная форма уже в два раза уменьшается. Потом в два раза, то есть у него период полураспада сутки. И когда ты берешь витамина D, например, 50 тысяч раз в месяц, то у тебя на следующий день доступно 15, на следующий 7 и дальше так далее. Все, что ниже 5-6 и релевантно вообще абсолютно. И получается такая история. Для того, чтобы вы не имели дефицитов D и не имели тех проблем, которые с ним ассоциируются. Ваша задача принимать его или через день, или каждый день, или хотя бы 4 раза в неделю, как минимум. Никакие истории из области раз в неделю, истории раз в месяц, раз в год уж подавно. Абсолютно абсурдная чепуха. Точно так же вы относитесь к гидрации. То есть вы не пьете 50 литров воды раз в 2 месяца. Вы пьете каждый день понемногу. Вы не пьете раз в неделю. 10 литров, потому что вам потом будет неудобно пить. Вы пьете, получается, каждый божий день, полтора-два с половиной литра, в зависимости от вашей активности, от того, сколько вы тратите и в каких температурных режимах вы находитесь. Витамин D должен приходить каждый день извне, небольших объемов, и как небольших. Смотрите, по, опять же, ГОСТу, то, что мы видим, стараются ваши речащие врачи общего назначения рекомендовать прием там 2, 3, в лучшем случае 4 тысячи, когда человек весит больше 120 килограмм. Это категорически мало. Это даже детям недостаточно. Витамин D, если у вас нет дефицита, и вы каждый день берете столовую ложку жира печени трески, вы будете, может быть, получать его вместе с солнцем, с витамином D, который вы получаете из пищи, и вместе с жиром печени трески, может быть достаточно. Большая часть людей имеют жировые печени, имеют вопросы работы почек, и не конвертируется, не производится, не может быть произведен в достаточном объеме ваш витамин D вашим телом без приема через день по 10 тысяч. Для взрослого мужчины весом 80 или больше, для женщины взрослой весом больше 60, минимум там 8-6 тысяч нужно. С беременностью категорически можно брать его там через день по 6 тысяч запросто вообще. И это уменьшает количество компликаций при беременности. Больные раковые исследования относительно больных раком простаты это то, что было дозволено приемом, и то это мало. Всего по 4 тысячи бралось регулярно, и 65% больных раком за год показали уменьшение опухоли. А если мы будем брать больше, то тогда у нас больше шансов того, что раковая клетка будет реагировать на D-витамин, и у вас намного выше шансы вместе, если вы подключите еще к этому аутофагию, если вы подключите всю борьбу с метаболическим синдромом, то у вас больше шансов намного эффективнее бороться с раком. В основном D-витамин недореализован. Он является основным, и я в своих исследованиях всегда стараюсь на него давать максимальное, абсолютно, тотальное внимание и в заборе анализа в крови у вас есть несколько форм витамина D. Активная, неактивная форма. Я стараюсь всегда смотреть на все эти формы. И когда мы видим, например, неактивную форму, которая в достатке, далеко не означает, что активной формы будет достаточно в организме, точнее, в большинстве случаев его недостаточно. Потому что, например, неактивная форма окей, но у человека жировая печень или высокие показатели почечные пробы, плохие, у него не будет реализован D, у него будет дефицит. И дальше груда отклонений, на которые мы с вами говорим. От настроения до выпадающих волос, от плохой функции опорно-двигательного, до самого иммунитета, от кальцинификации сосудов, до элементарно слоящихся ногтей. Понимаете, это настолько важно. Прошу вас, с витамином D, в первую очередь, не дать органам быть обструкцией. То есть, должна быть чистая печень, у меня есть ролик отдельно, как о чистой печени, у меня есть отдельный ролик о почках, да, токсические почки, как с этим работать. То есть, с каждым из этих форматов у нас есть возможность, слава богу, трудиться, работать, инвестировать. То есть, с каждым из органов, которые так или иначе нуждаются в вашем внимании, мы работаем всегда в отдельных видео. То есть, ролик о печени есть, ролик о поджелудочной есть, ролик о почках есть, вы можете их посмотреть. Но здравый смысл. Смотрите, цельные продукты, которые содержат витамин D, должны быть у вас. То есть жирка очень нетрески, регулярно там по столовой ложке для взрослых раза 3-4 в неделю. Потому что он содержит естественный D. Дополнительно D можно брать в каплях, в капсулах или в таблетках. Белые такие таблетки, но он не активен. Берите, пожалуйста, D в каплях или в капсулах на масле. Обязательно в таком формате. И еще раз, 8-10 тысяч мужчинам, 6-8 тысяч женщинам, детям 2-4 тысячи. Несколько раз в неделю. И вот сейчас лето, бешеная жара стоит. Я все равно беру анализы у людей, я все равно вижу. О чем мы говорим? Даже зимой, например, когда у нас участвуют ребята, которые живут в странах, где лето, например, в Австралии. Вот у нас, да, в Чехии зима, приходят ребята из Австралии, приходят ребята с экваториального пояса, где нет вообще проблем с солнцем. И все равно они показывают дефициты, потому что на выработку активной формы D непосредственно, непосредственно влияет нормально работающая печень. И в этом случае еще раз, у меня есть видео, называется Алексей Ворон, как выбрать метаболический синдром. У вас не должно быть метаболического синдрома, который тормозит производство витамина D фундаментально. Берите его, господи, боже мой, дополнительно. Берите его, пожалуйста, каждый божий день, если вы болеете. Если у вас простуда, если у вас какая-то ОРВИ, если у вас вирус какой-то, вы берете 50, цинка, там, 10 тысяч, D3 и что-то с витамином С, живой витамин С. Болгарский перец, ягоды, киви, там, смородина, крыжовник, там, 200-300 грамм. И так вы можете делать 3-4 раза в день. Хорошо, не по 200 грамм крыжовника, да, а там по 100, по 4 подхода, допустим, и там по 50 цинка, даже по 100 цинка. И там по 6 тысяч, D3, 3-4 раза в день, как минимум. Если будете брать там 2 раза, понимаете, мы все очень любим взять бупрофен, взять парацетамол, взять какой-то формат антибиотика, начать его пить, бросить его. Но мы не даем иммунной системе возможности реализоваться. Если мы не дадим иммунной системе возможности реализоваться, то как она должна работать? А она требует от нас, да, вот если ты садишь дерево, то задача твоя посадить дерево и дать ему воду, защиту от паразитов и просто возможность расти. То есть ты хочешь иммунную систему, то это цинк, CD3, отсутствие высокого инсулина, чтобы не было лишних провоспалительных процессов. И время. Не сбивать температуру. Иммунная система ответит, это лучший ваш защитник. Но люди почему-то считают, что гриппокс это лучший их защитник. Или люди считают почему-то, что антидепрессанты лучший их защитник. Люди почему-то считают, что шампуни против выпадения волос, а не восстановление дефицита D, это их лучший защитник, чтобы не сыпала шевелюра. Абсурдно. Ваше тело хочет и будет здоровым, если вы пойдете ему навстречу. Принимайте D, не забивайте о других витаминах. И знайте, что если вы болеете несколько раз в день, цинк, CD3 лучше, быстрее вас поставят на ноги, чем прием антибиотиков. Прошу вас запоминайте. Ребята, пальцами наверх, особенно раковые больные, отдельная история. Большие дозировки по 10 тысяч, фактически 5 дней в неделю, большие в кавычках, и по 20, и по 30 тысяч ребята берут. С активной формой D, его конверсии, большие вопросы. Когда ты берешь таблетки или в капсуле, нужно сконвертироваться. То есть, когда ты берешь 20 или 30 тысяч в день, и очень много исследований указывают на то, что раковые клетки реагируют положительно, ну для нас с вами положительно. То есть, укрепление иммунной системы, большие дозировки витаминов С, большие дозировки D, и у организма есть намного больше шансов, во-первых, химиотерапию пройти более стойко. Во-вторых, прошу вас, когда онколог ваш говорит, все равно, что вы будете пить и есть, на химии все равно вашим иммунитет у крышка. Я это вижу снова и снова. Ни при каких обстоятельствах не... А, да, доктор сказал, раз иммунитет у крышка, значит нет, вам нужно наоборот загружаться витаминами постоянно, поддерживать иммунную систему постоянно. По принципу, а, раз крышка, так я буду есть какую-то пиццу или то, что мне хочется. Вы еще лишаете от этих основных строительных блоков, от этих основных инструментов, которые должны защищать вас и бороться вместе, не только с раком, но еще и с химией, вы лишаете себя витаминов, и у вас получается совсем чахнет тело. То есть, шансы выжить на фоне агрессивного рака меньше, если у тебя есть запущенный дефицит витаминов. И это суперчасто. Онкологи говорят, вот у вас нет никакого смысла пить витамины, потому что и так всему будет конец. Я просто вопиющая дичь. То есть, такая же, как когда женщина из-за метаболического синдрома влетает в рак груди, удаляет грудь, ее говорит, наберите килограмм 10, мы вам сделаем реконструкцию груди. И, значит, она, естественно, набирает, потому что онколог по свету снова летает в метаболический синдром, и у нее снова рак в другой груди. Это, ну, категорически важно с вашей стороны, со стороны хозяина вашего тела понять, что рак и метаболический синдром рука об руку идут. И рак торжествует, где дефицит из жирорастворимых витаминов и слабая иммунная система, есть достаточно условий для роста. Условия для роста рака – это всегда, значит, что-то, что даст раку питание. И даст раку тот буст гормональный, которого он ждет. Не допускайте это, ребята. Все это по итогу упирается в дисциплину. Есть, тренироваться, пройти мимо мусорной помойки и дать возможность организму закрепиться. Это основа. Если этого не будет, то, к сожалению, ты умрешь раньше и будешь жить намного менее продуктивно и менее качественно, чем мог бы. Все упирается в вашу дисциплину. Я вам даю все инструкции для пользования вашим телом на все 200%. Единственное прошу – смотрите, запоминайте, подписывайтесь. Если вы можете, напишите комментарий. Алексей, спасибо за полезный ролик, потому что если вы комментируете, если подписываетесь, алгоритм видит так, им нравится, предложим другим людям. Предлагая другим людям, мы можем кому-то сегодня спасти жизнь. Ребята, пожалуйста, подписывайтесь, комментируйте и смотрите ролики до конца. Сейчас я буду брать ваши вопросы. И, внимание, у нас с сегодняшнего дня открылась активная регистрация на это воскресенье, стартующий в ближайший сезон ПГ-марафона. Наш курс, который имеет лицензию из Драучерской Республики, в котором уже 8 лет мы работаем. И 8500 выпускников, которых поставили на ноги, помогли похудеть с вопросами здоровья. Ребята, персональные мои консультации в рамках ПГ-марафона только там проходят. Мы не делаем личных консультаций. Меню, детоксы, сброс веса или набор веса. Вопросы здоровья на формате любых отклонений, которые мы можем корректировать через анализы, через витамины, через минералы. Разборы анализов. Все это в нашем курсе, который идет 3 недели и действительно меняет жизни людям. Присоединяйтесь, пожалуйста, под видео в описании в YouTube, раскликивайте. В Instagram сегодня вышел пост, в котором написано «Старт уже в это воскресенье». Первый самый пост закрепленный. Пожалуйста, действуйте. Других форматов просто, ребята, не существует работы над своим здоровьем. Только в рамках самостоятельного труда. Вы можете это делать в рамках ПГ-марафона или просто просматривая видео и самовольно уже инвестировать через дисциплину. Но все равно со мной вместе или в рамках самостоятельной работы только от вас зависит. Пройти мимо соблазна, принять сильное волевое решение, дать витамины и начать упражнять свое тело, чтобы тело росло и развивалось. А я буду сейчас брать ваши шикарные вопросы и будем вас консультировать. Витамин летом D обязательно. Я пью сейчас каждый божий день. Витамин D, содержащий жир в печени трески. Вы знаете, я выкладываю для вас видео, я вас пытаюсь всегда мотивировать, я пытаюсь вас толкать в сторону дискомфорта. И сам себя толкаю в сторону дискомфорта. Я беру витамин D каждый божий день, когда тренируюсь. Тренируюсь я 30 дней в неделю сейчас. 30 дней в месяц. Значит, пятитысячная дозировка. Отлично, берите. Так, поехали дальше. Спасибо огромное. Рак в каждом поколении. Мне пока 28, но страх есть. Хочется не допустить. Значит, накета пять месяцев. Чувствую отлично. Спасибо вам большое. Значит, смотрите. Вы абсолютно правильно говорите. Боюсь рака. И мы недавно только делали видео о генетически передающихся заболеваниях. То есть у вас рака не будет. Но у мамы, у бабушки, у прабабушки могут быть, например, рак или инсульты, или какие-то моменты с диабетом, или еще какие-то отклонения. Эпигенетические события, которые происходят в жизни человека, они решают вопрос финальный, да, будет какое отклонение или никакого не будет. То есть рождается ребенок. Вложено в ДНК, для всех это важно понимать, вложено в ДНК, рост 180. Будет реализован рост 180 или нет, зависит уже дальше от эпигенетических факторов. Например, если ребенок будет заниматься штангой, скорее всего он не реализует рост 180, реализует рост 170. Ну, примерно что-то. Если ребенок будет заниматься плаванием, или баскетболом, или легкой атлетикой, скорее всего 180 он реализует. Если вложено в ДНК цвет глаз карий, вы его не измените. Он будет карий до конца вашей жизни. Вы не можете влиять ничем, да, на этот цвет глаз. Например, внешние эпигенетические факторы, такие как спорт, могут изменить реализованный или недореализованный рост. Но выше чем 180 ты вырасти не можешь. В случае с раком, который идет в поколениях у нас с вами, здесь всегда есть тот же эпигенетический фактор. То есть ты не рождаешься с уже заложенным геном, который однозначно спровоцирует рост опухоли в 50. Например, ты рождаешься, как любой другой человек, с наборов генов, которые могут быть реализованы, могут быть нереализованы. Реализованные раковые гены будут, если ты будешь курить, выпивать и в метаболическом синдроме. Но если у тебя не будет этих эпигенетических факторов, которые внешние приобретенные, у тебя раковые гены не будут воспроизведены. Все очень просто. Если ты будешь в этом случае закаляться, тренироваться, есть правильно, всегда развивать свое тело, то будут другие гены воспроизведены, которые отвечают за, соответственно, и безраковое, и бездиабетное. И при этом вы будете терять минимум генетической информации при делении клеток, и процессы старения медленнее проходят. Это очень важно. Многие не понимают, что процессы старения можно драматически замедлить. Поэтому есть ситуации, в которых ты реализуешь гены, которые помогают регенерации. И в основном даже не то, что помогают регенерации, понимаете, мы все с вами потихоньку, понемногу, по капельке каждый день стареем. Но есть ситуации, в которых, значит, хочу взять какой-то подручный, значит, инструмент и показать вам. Вот представьте себе ситуацию, в которой у вас есть, например, вот я возьму горшок, вам покажу, да? Представьте себе ситуацию, в которой у вас вот есть такой, например, цветочный горшочек. Он у вас наполнен водой. Эта вода, задача, ее должно хватить, как нам можно, более долгий промежуток времени. И вот ваши ежедневные приключения в мир старения, так сказать, да, в утрату генетического потенциала, полностью, целиком, полностью упираются. Видите, вот здесь вот есть определенное количество дырочек. Вот если там, например, одна, две или три дырочки, то у тебя определенным, да, скоростью выпидает вода, убивает вода, и тебе ее хватит на определенный предмет. И когда ты живешь в метаболическом синдроме, и все рисковые группы для своего здоровья провоцируешь, ну, в худшую сторону, то у тебя вот это дно, оно полностью усеяно дырочками, полностью, их там 100 штук. И у тебя вода выходит сумасшедшим, или даже вообще полностью отрежьте это дно, и просто дыра у тебя, вода уходит моментально. Большая часть людей живут в условиях, в которых процессы старения очень ускорены. Генетическая информация очень быстро теряется при делении клеток, и мы с вами видим, например, одноклассников, которые могут выглядеть на 15-20 лет старше. Когда вы, например, если вы последние там лет 5-6 делаете то, что я вас прошу делать, вы будете выглядеть драматически моложе, и у вас будет намного больше сил и энергии. Кисель, а ты закрыла дверь там? Дверь закрыла? Лиза, иди закрой дверь. Любаш, Лиза вышла, проверишь ли дверь закрыта? Так, спасибо вам огромное. Так, работаем дальше, давайте берем. Как избавиться от генерализированного тревожного расстройства? Значит, смотрите, тревожное расстройство, это абсолютно потрясающая история. Да, она пытается помочь мне вести эфир. Так, Кузя, иди сюда, давай. Так, она будет сейчас помогать нам с вами вести эфир. Так, иди играйся, давай. Только ты, пожалуйста, не лезь ко мне в прямой эфир, хорошо? Общие тревожное расстройство. Это вот сегодня тема, которую мы затронули с витамином D, категорически будет напрямую влиять на ваше психоэмоциональное состояние. Смотрите, что такое тревожное расстройство? И вчера я вам тоже постарался максимально просто объяснить. Видео вчера было о усталости коры надпочечников. Усталость коры надпочечников, ребята, это один из самых главных. Один из самых... Значит, посмотрите, она там себе бассейн устраивает. У нее там бассейн. Значит, ходит, ходит. Лизок, включи воду, налей себе воды туда. Повышающий кортизол. То есть, когда у вас очень много кортизола, наблюдается в основном вот эта усталость коры надпочечников, такой синдром. Когда у вас очень много кортизола. И этот много кортизола, формат, он будет портить вам жизнь. И дальше вы постоянно живете в состоянии приближающегося горя, страха, тревоги, волнения, переживания и прочих остальных ситуаций. Значит, в этом случае нет других форматов. Только эту ситуацию решать понижением кортизола. А можно я взяла? У нас, ребята, очень жарко. И ребенок играет с водичкой на улице. Общее тревожное расстройство напрямую зависит от кортизола. И вчера же я вам тоже затрагивал тему и говорил, что если у вас дефицит D, будет кортизола много. Если дефицит B, кортизола будет много. И дальше вас будут лечить антидепрессантами. И дальше у вас будет бессонница. И вы постоянно будете находиться в страшной тревоге, в страшном волнении, в ожидании горя. Вчерашний ролик посмотрите, пожалуйста, о вашей усталости надпочечников. Значит, простая вода без добавок не утоляет жажду. А, тут кто-то рассказывает. Смотрите, простая вода без добавок, я не знаю. Лиз, выключи воду. Выключи воду. Лиза, выключи воду. Ох, чудо. Смотрите, какая штука. Просто вода, которую вы пьете, когда очень жарко, она не восполняет электролитный баланс. Большая часть людей, к сожалению, вот такая жара. Вот видите, какая дичь вообще на улице стоит. Вы теряете с водой, с потом, огромное количество электролитов. Вы теряете с потом огромное количество натрия, калия, магния. И вам эти электролиты категорически нужны. Только прошу вас, не купитесь на историю с электролитными напитками, которые типа лимонадов, которые продаются, ребята. Спасибо, Олизон. Типа лимонадов, которых по 50 грамм сахара. А вам нужны электролитные напитки, которые восстанавливают баланс минералов в вашем организме и не дадут этому дефициту стать терминальным, так сказать. Ребята, жарко просто, очень жарко. Я надеюсь, телефоны не перегреются. Даже в тени телефоны начинают потихоньку терять яркость. Натриевые воды обязательно нужно брать. Нужно обязательно брать магний. Ну, натрий. Самый большой минерал, дефицитный, которого большая часть людей недополучает на фоне утери с потом сильнейшим. Поэтому просто вода, когда ты пьешь и сильно потеешь, вы ее будете в туалет отправлять очень быстро. И очень быстро отправляющаяся вода в туалет, она еще больше усиливает в вашем организме дегидрацию. Поэтому нужны электролиты. Просто водой жажду утолить невозможно. Потому что вы теряете больше, вы поймите. Вам нужно в день, когда жарко, 3-4 грамма натрия. 3-4 грамма натрия вам нужно. А вы, выпивая 3 литра воды обычной, простой, получите 500 миллиграмм натрия. В лучшем случае. В основном в одном литре 50 миллиграмм натрия. Она вообще не соленая, никакая. Натриевые воды пить на регулярных основаниях абсолютно нужно. Арбуз чистой воды чепуха. Очень много сахара. Высочайшая гликемия. Да, в 100 граммах небольшое количество калорий. Но вы же не съедаете 100 грамм арбуза. Вы съеваете арбуза так, чтобы у вас вот это все торчало. Понимаете? Инсулин 4,5. Значит, аутоиммунный тиреодит. Значит, тела, антитела были завышены 8 лет. Можно ли это брать? Да, но вам нужно идти с вот таким инсулином по жизни. Это не значит, что вы, когда идете до инсулина 4,5, так все прям идеально станет на свои места, и у вас моментально эта аутоиммунка уйдет. Не, не, не. Ваша аутоиммунка будет каждый год на 2 делиться. Если вы соблюдаете все советы кето, ну, кето, просто здравого смысла. Мясо, салат, то есть у вас низкий инсулин, у вас нет аутоиммунки. Не по наступлению минимального инсулина, базального, так называемого. Аутоиммунка будет постепенно, потихоньку, понемногу утихать на фоне практики, значит, здравого смысла к отношению к телу. Понимаете? Здравый смысл в отношении к вашему телу – это то, что не повышает ваш инсулин. Так, поехали дальше. Здравствуйте. Дергаются мышцы в спокойном состоянии. Вот, кстати, из-за дефицита D дергаются. Так, чтобы работали витамины, минеральная вода очень нужна, абсолютно. Почему вы считаете… Так, кто там ругается? Кузя! Так, дочь зовет. И да, я ее называю Кузей. Многие спрашивают, почему Кузя? Потому что такое прозвище. Двотпольное. Кузя, ты где? Ребята, это, конечно, кто-то с чем-то. Просто ребенок вышел гулять, понимаете? Достал ее из, значит, технического… Она пыталась включить полив. Залезла, значит, в эту яму, где вода включается. И да, раз сутки вечером после кета. Жажда. Пейте, воду берите. Как утолить жажду без фруктов? Фрукты вам и не будут утолять жажду. Фрукты просто дают вам задержку воды, понимаете? Один грамм фруктозы держит до пяти грамм воды. И поэтому вы можете не чувствовать жажды из-за того, что у вас задержка идет. У вас есть другая история. У вас есть натрий, калий, магний. Еще раз, электролиты, которые тоже держат жидкость. И вы благодаря им не будете чувствовать себя, значит… Ну, желание пить не будет. Так, поехали, спускаемся вниз. Можно ли от вас топ-3 производителей К2, которые вы одобряете? Значит, смотрите. Не имеет никакого абсолютно… Никакого абсолютно решения по поводу… Лиза, я на эфире, не мешай. Не мешай, я на эфире. Вы берете аптечный, обычный, D3, который продается в любой абсолютно аптеке. И спокойненько пьете, D3, аптечный по ГОСТу, который вы можете взять в каплях. И я вам искренне советую именно в каплях его брать. Следующий по качеству, который вы можете брать, будет витамин D в капсулах. 5 тысяч, 10 тысяч капсулы. И дальше мультикомплексы, в которых слабо действующая витамин D формула. Не берите, ради всего святого, в мультикомплексах витамин D. Это очень слабая история. Так, почему инсулин упал… Так, Максим, за 3 месяца на кето не упал ниже 9. Во-первых, ваш инсулин и не должен падать ниже 9, если у вас сохраняется лишний вес. Во-вторых, мы же не знаем, откуда он у вас… Значит, на, 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 откуда он у вас спускается. То есть, если, например, у вас 30 лишних килограмм. Если у вас, ну, полный, да, all-in там по еде. Вы едите просто как папа свинки Пеппы. И вот представьте себе ситуацию, да, в которой вы начинаете контролировать. И постепенно у вас экстра медленно будет этот вопрос реализовывать. Ну, уж представьте, у вас уже 9. 9 – это уже хорошо, это уже благостно. Значит, сердцебиение, бессонница. Вчерашний ролик о усталости коренных почечников, пожалуйста, посмотрите. Прямо в яблочко. И высокий пульс, и бессонница, и тревожность. Полностью все по поводу кортизола. Пио живот растет, и мужские гормоны гасятся. Да, это очень… Пивные все истории – это очень эффективный инструмент по повышению эстрадиола. Опять же, я когда вижу любителей пива у себя в марафоне, на них, ну, на мужчин, да, лучше всего действует. То есть, они любят выпить пиво, потому что это вкусно, это прикольно, это расслабляет. Но так, когда вот присылают исследования, анализы в крови, и это самое лучшее, что действует, понимаете? Самое лучшее, что действует, когда мужчина видит. Это и смешно, и грустно одновременно. Мужчина видит, давайте потолкну, что у него, например, эстрадиол, да, выше в 2,5 раза, чем верхний референс. И дальше, когда эстрадиола больше, чем в 2 раза, чем верхнего референса, мужчина такой, ну, типа, это же, наверное, не страшно, там, красненькая, мы сейчас его понизим. Ничего такого плохого здесь нет. И дальше он видит увеличение... Давайте, я вижу, как он в 2-х. Так, давай, есть. У меня не вредит. И дальше то, что мы видим, это увеличение объема жира по женскому формату у мужчины. И в районе сосков начинаются такие вот образования тканей, называется гинекомастия. И гинекомастия – это очень неприятная история, потому что на английском такой сленг «man boobs» называется. Когда увеличивается ткань вокруг ареала соска, и оно такое все напухшее, и «puffing nipples», да, такие. И вот оно все свисает. То есть я с вами стою, да, беседую, некоторые там отмечают доминацию и развитость грудной мышцы. Ну, это мышца, да, а здесь именно там именно сосок, и вот эта вся жировая ткань, ее нельзя никаким образом, кроме как хирургическим, удалить. Это очень опасная история, потому что она дальше приводит нас к самому высокому риску рака простаты. Риск рака простаты – это для мужчины один из главных убийц. И когда ты видишь, что с годами процент жира растет, любители пива обычно имеют вот этот живот, вот эта история там с жиром в грудной клетке, она в этом объеме. И дальше начинается вот эта ткань вокруг сосков увеличиваться. И это все приводит нас с вами в высочайший… Лиза, пожалуйста, Люк, я не могу, она меня просто отвлекает. Я бегаю в десятый раз уже с ней. Лиза, давай домой, Лиза, выход домой. Просто папа, 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 велосипед, самокат, еще что-то. Залезла в яму с поливом, самокат у нее застреет, это просто какое-то позорище. Я уже 15 раз бегаю за ней. Это ужас какой-то. Просто, я, конечно, мне нравится все, но это уже цирк просто, а не прямой эфир. Все, так, загоняем домой, потому что просто выносит мозги. У нее сегодня брат с сестрой на… И закрой окно, пожалуйста, если она будет кричать. У нее сегодня брат с сестрой в лагере. Она просто мается, это невозможно. Она сама из трех детей сегодня у нас один, но по нагрузке такое ощущение, как будто у тебя трое. Двое в лагере, значит, у них там умелецка школа на чешском. Это они там рисуют, делают всякие разные там поделки, они там и спят, весь день они там. И она без них просто сходит с ума. Она Даши уже всю кровь выпила. И вот видите, в прямом эфире просто лазит, лазит, лазит все время. Что-то ей надо. Она велосипед, яма с поливом, еще чего-то там, самокат у нее застрял. Так она братьев с сестрами гоняет по своим делам. Вот это, ребята, и история, о которой я всегда говорю. Никогда не будет удобно. Никогда не будет удобно. Например, сейчас, дам мне. Мне нужны идеальные условия, чтобы провести прямой эфир. Не будет идеальных условий. Вот кто-то из вас может сказать, мне нужны идеальные условия, чтобы там дети не мешали, чтобы дома начать заниматься. Не будет идеальных условий? Не будет никогда. Тебе никогда не будет идти навстречу все обстоятельства, которые прям, о, класс, Сережа сегодня собрался инвестировать и заниматься. Давайте не подадим ни одной негативной эмоции. И будет все идти навстречу Сереже, значит, чтобы ему никто не мешал. Ребята, не будет. Все время какая-то каша вокруг происходит. Все время какая-то чепуха постоянно происходит. И у тебя всегда есть профессиональные отговорки, почему нет, почему нет времени, почему нет сил, почему все бесит. Супер весомые, супер аргументированные, супер мощные, очень качественные, но 100% уважительные для твоего мозга отговорки, ребята. И вот я вам каждый день делаю видео в зале вечером, когда все уже свалили домой, все едят, пьют, пьет до закрытия, после всей работы, потому что, естественно, у меня других вариантов и возможностей нет. Только когда я всех детей покормил, помог Даше, да, с колыбельными, там со всей этой историей, и тогда я иду вечером в зал. И поэтому я снимаю, но никого уже нет, когда экстра поздно. Возвращаюсь, и, кстати, ем я раз в сутки, тут тоже ребята просили, спрашивали, как часто я раз в сутки езжу. Так, берем дальше вопросы. Так, спускаемся вниз. Так, спасибо. Абсолютно не будет отдельных условий, вы абсолютно правы. Так приятно видеть и слышать вашу семью. Спасибо большое. Так, значит, добрый день, ниацин, значит, с эхимбином вы хотели написать. Эффективно борется с холестерином. Эффективно борется с холестерином, расторопша, зеленолиственные смузи и все, что в ваших силах есть, что поможет вашей печени чиститься. Все, что есть в ваших силах, что поможет вашей печени максимально эффективно, а что помогает печени эффективно? Это то, где много сульфарафана, это то, где много антиоксидантов. То есть, самое простое, что вы можете взять, вот сейчас, например, сезон, я вам тоже делал ролик. Крыжовник. Кислый до горя, но один из лучших смузи, который вы можете приготовить для вашей печени, для вашего кишечника и для уровня вашего холестерина, потому что это будет помогать печень чистить, а холестерин у вас почему накапливается? Потому что печень у вас жировая, гипотозная, потому что вы достаточно уже за свою жизнь нашалили, так сказать, и дальше вы ищете формат, в котором ваша печень, как ее разгрузить, так? И разгружать ее, очищая ее при помощи, во-первых, правильное меню, у вас не должно быть продукта с гликемией выше 35, во-вторых, у вас обязательно вот эти зеленолиственные смузи за полчаса до первого приема пищи, обязательно должны быть. Они помогут вам выводить вот этот жировой гипотоз как можно эффективнее, как можно быстрее. И это поможет вам с уровнями холестерина, понимаете? Чем больше зелени и смузи, например, хотя бы какая-то зелень, например, дальше ваш, господи, крыжовник и вода. Да, я понимаю, это не так привлекательно выглядит, как, например, смузи из манго, маракуйи и банана. Я очень хорошо это все понимаю. Уважаю, ребята, любовь к манго, маракуйи и прочим. Ну, потому что вкусно. Но гликемия у этих всех... Боже, как же жарко. У этих всех замечательных экзотических фруктов, она в космосе, она вашу печень будет держать все время в этом состоянии ожирения. Вы ее не сможете разгрузить, потому что фруктоза бьет по состоянию печени самым эффективным образом. Фруктоза. Фруктоза может быть имидуализирована только клетками печени. Вы понимаете? У вас есть фруктоза, глюкоза и галактоза. То есть, если ты съешь ведро риса, то все тело получит эту энергию. Если ты выпьешь ведро кефира или даже молока, все тело получит эту энергию. Но если ты выпьешь ведро сока или смузи, в этом случае какой-то фруктовый, только печень может метаболизировать фруктозу. Фруктозу. Это такая специфика этих клеток. И поэтому, когда вы видите в составе для подслащивания high fructose corn syrup, высокофруктозный кукурузный сироп, который используется как альтернатива сахару, он дешевле. Он используется в огромном количестве полуфабрикатов как подсластитель. Вот эти high fructose corn syrup, он помогает вашей печени вот так жареть. И она ни при каких обстоятельствах не будет очищаться. Если вы хотите смузи какие-то, которые вам помогут как можно быстрее очищаться, то вы берете все, что в ваших силах уделяете на качество вашего меню и рациона. Только ягоды, потому что в них есть небольшое количество фруктозы, но в них много клетчатки. Только овощные истории там с тем же зеленолиственным смузи. Вот это суперэффективно работает. И дальше холестерин будет опускаться. Холестерин производится печенью. 90% всего холестерина, который вы видите в вашем липидном профиле, произведен вашей печенью. И он накапливается, потому что печень гипотозная, жировая. Часто девушки, у нее нет лишнего веса, она молодая, ей 25 лет. Но мы берем печеночные пробы, и они катастрофические. Почему печеночные пробы плохие у молодых женщин? Потому что она уже 7 лет своей жизни на КОК. А комплексные оральные контрацептивы, они токсичны для печени, потому что имеют специфическую структуру оральной подачи, чтобы печень не натриализовала эти препараты. Поэтому, например, любые спортсмены, которые используют оральные гормоны, они никогда их долго не держат, дольше, чем несколько недель. Дальше все переходится на инъекционные гормоны. А женщины почему-то могут годами брать эти оральные кохи, и ваш гинеколог, ваш эндокринолог вас, в принципе, не предостерегает, что это крайне опасно для печени. Понимаете, какая штука? Так, спускаемся вниз. Спасибо большое. Так, спортсмен, сын, 3 тренировки в день. Чем воспользоваться? Правильно еда должна быть? У меня у дочери 2-3 тренировки. Минимально 2, а то и 3. Бывает и больше на сборах. Фигуристка. Значит, качественная еда должна быть? Потому что она должна восстанавливаться. Ваш сын должен восстанавливаться. То есть, я, например, да, точно так же. В день 15 тысяч шагов, и тренировка, это как минимальная активность. И самое главное, это восстанавливаться, из чего тело строят. А у молодежи тело должно получать максимально полезные, качественные, простые, базовые калории. То есть, ваше тело должно получить аминокислоты. Ваше тело должно получить жирорастворимые витамины, которые будут дальше помогать восстанавливать историю. То есть, если у вас спортсмен, да, там, олимпийский какой-то резерв, там еще какая-то история. Обязательно должны быть, понимаете, спортсмен, когда выходит, например, я профессионально занимался плаванием много лет. Я выхожу из бассейна, я помню этот голод. Ты сносишь все абсолютно. И бабушка покойная ожидала меня у выхода из бассейна. Какие-то бутерброды, какие-то там еще, как это, все, что там было, я сносил вообще то, что она там в термоске, значит, готовила. Но если бы мы сейчас обладали знаниями, тогда обладали знаниями, мы понимали, что после тренировки сильный аппетит. Углеводистая не годится. Для того, чтобы максимально быстро регенерировать, понятное дело, но все сгорит в этом котле просто. И особенно, когда там, например, тренировки по плаванию, еще огромное количество энергии тратится на терморегуляцию в бассейне. Я тренировался в 90-е, ужасная была история с отоплением, вода всегда была холодной, в бассейне было очень холодно. Мы тратили огромное количество калорий на терморегуляцию. То есть вода холодная, в бассейне холодная, и душа горячего нет. Ужас кошмарный, на самом деле, что там было. И в этом случае любые калории залетают и сжигаются просто на ура вообще. Но качество, понимаете, какое качество тела у спортсмена, который потратил 3000 за тренировку калорий, и дальше получил 4000 калорий из углеводистых источников. Нет аминокислот, из которых строят. Нет жирорастворимых жиров, которые, жирорастворимых витаминов, которые нужны. Особенно для женщин опасны от тем, что цикла толком не будет, и не будет женского здоровья. Профессиональные спортсменки обычно имеют большие вопросы с гормональным здоровьем. То есть задача понять, что вы топите эту доминую печь у профессионального спортсмена. Она нуждается в материале. Вы доминую печь топите специфическим сырьем, которое поддерживает высочайшую температуру. Вы не топите ее бумагой. В этом случае, если у вас профессиональный спортсмен, если вы много занимаетесь, если у вас дети, или родственники, или еще раз, даже вы, когда занимаетесь, даже 4 раза в неделю, если мы возьмем такой лайтовый вариант, хотя многие сейчас скажут, о, я занимаюсь 2 раза, разве этого недостаточно? Нет. 3-4, а лучше 5 раз в неделю вы занимаетесь. И каждый день делаете минимум 10 шагов. И вы поймите, что вы топите эту доминую печь обмена веществ. Вам необходимость есть прямейшая абсолютно, самая прямая необходимость, этот обмен веществ поддерживать качественными калориями. Вы сжигаете тонну, дальше у вас аппетит. И когда ты ведешься на аппетит, после того, как ты сжигаешь тонну, ты можешь выйти из зала и нахерачиться бананами, понимаете, или бутербродами с колбасой, что, ну, не вариант. Нужно в день, там, полтора-два грамма белка на килограмм массы тела, все жирорастворимые витамины, качественные калории, и даже допустимые гарниры для детей в виде, скажем, более сдержанных гарниров. Паста дурум с маскарпоне или гречка, зеленая или бурый рис. Но я считаю, что даже если вы пойдете на историю с гарнирами, вы все равно чуть-чуть потеряете. Я считаю, что любого профессионального спортсмена можно и нужно кормить максимально качественными калориями. В этом случае не нужно тратить часть вашего дневного калоража на, ну, скажем, ну, сэкономить. То есть любые углеводы, которые вы возьмете, типа каш, вы по-любому... Ну, главное, что вы получите здесь, вы сэкономите деньги. Но вы не получите больше перформанса. Чтобы получить больше перформанса, лучше налегайте на белково-жировые продукты, потому что именно они помогают телу регенерировать ночью и дальше показать лучший перформанс на следующей тренировке. 10 тысяч шагов. Можно и дома на дорожке, да где угодно. Все равно, где ходить. В туалет, за кофе, дома на дорожке, выгуливая вашего пекинеса или ходя с коляской. Все равно, значит, так, спускаемся вниз, чемпионы. Пожалуйста, пальцами наверх и обязательно подпишитесь. Каждый божий день мы работаем над вашим здоровьем в этих прямых эфирах. Когда брать оксбайл при застое, вы, может, уже и не имеете застоя. И не забывайте вакуумы делать с утра. Значит, серебро от хронических заложенностей, да. На умат открытия нет. Просто да, за раз все берем, один прием пищи и все. Почему МСТ масло на голоде, а не рыбье, например? Смотрите, рыбий жир или, например, оливковое масло, или, например, сливочное масло нуждаются в желчи. А МСТ масло – это, скажем, намного более доступный формат жира для усваивания, который не требует, внимательно, не требует от вашего организма ни желчи в значимых объемах, ни работы ЖКТ прям в таких, да, прям включать. То есть, если вы возьмете столовую ложку оливкового масла, это классная штука, полезно, замечательно, омега-3, но ваше тело будет его какое-то время переваривать. А МСТ масло – это относительно быстро повышающий напрямую уровень кетонов продукт, который и инсулин не повышает, и голода лишает вас, и даст вам хорошую стабильную историю с уровнем глюкозы крови. Так, поехали дальше. Жировая печень с 8% подкожного жира запросто, и просто-запросто вы в комментарии пишите девушке, запросто. Понимаете, какая штука? Печень жировой может быть даже при низком проценте и подкожного жира, и висцерального даже жира, и даже при недостаточном весе тела. Это называется non-alcoholic fatty liver – неалкоголическая жировая печень. Печень может быть жировой, и суперчасто у худых… Вы смотрите вниз, вы видите, у вас чуть-чуть торчит живот. Гарантия того, что у вас жировая печень. Даже если у вас не торчит особо сильно живот, в идеале сдать анализы и посмотреть, где мы находимся. Почему у худых это суперчасто? Потому что худые могут себе позволить все, что угодно есть, и они не набирают вес, и они думают, что это их индульгенция от вопросов килограмм. Понимаете? А это на самом деле совсем не так. Когда мы смотрим на анализы ребят, и у них рост у девушки 160, и вес не 55, не 50, а 46, 45. То есть даже ниже, чем норма. Я смотрю, у нее АЛТ, АСТ показатели, такие как у мужчины, который последние 25 лет выпивал водку, а ей там 30 с небольшим, понимаете? Называется неалкоголическая жировая печень. Когда печень страдает от привычек, и ты не видишь эту транслирующуюся историю вес. Но это обычно до определенного возраста происходит. Дальше очень быстрая деградация происходит. Так, тестостерон в норму приводится несколькими форматами. Первый формат, нужно понять, что его, в принципе, сдерживает. Сдерживает тестостерон по большей части лайфстайл. И вы его и прекращаете сдерживать лайфстайл, если вы вернетесь в норму. То есть вы уберете алкоголь, вы начнете тренироваться и спать. Все! Тренироваться, спать, уберите алкоголь. Три простых вещи. И ваш тестостерон будет реализован на максимум вашего генетического потенциала. Сейчас очень много ребят, которые, знаете, на ТРТ. И ты видишь вот эту историю, типа, у меня низкий уровень тестостерона, мне мой врач прописал ТРТ. Это тестостеронозаменительная терапия. Это настолько сейчас популярно, потому что это типа медицински обоснованное использование стероидов. Пускай не в больших дозировках. Типа, мой врач мне разрешил. И у тебя как бы ТРТ, но при этом у тебя уровень твоего тестостерона в рамках референса, но если тебе, например, там 35, и у тебя там могло бы быть 100-900 единиц, и ты естественным образом имел бы там 250-300 единиц, и можешь держать форму, то ты можешь иметь в рамках своего возраста у верхнего референса твой тестостерон на отметке 800-900. И получается такая штука. Тебе вроде как 40, а тестостерон у тебя как будто тебе 15. И ты можешь получить это, да, от твоего врача по назначению. Конечно, нужно следить. Каждую неделю там дозировки, значит, подбирать, чтобы не было переизбытка и там уменьшения яичек и нарушения всей этой... По-любому будет нарушение связок гипофиз, гипоталамус, яички, по-любому яички будут уменьшаться. Но ваш собственный тестостерон, который вы можете заставить работать на себя, он всегда восстановится. Ну, кроме тех ситуаций, если вы профессиональный бодибилдер, и у вас уже irreversible damage, то есть вы должны пожизненно быть на ТРТ. Так много молодых ребят, они все время на курсе, и они не понимают, в каком риске они находятся. Рака и инсульта, потому что любой долгосрочный гормональный искусственный фон, по-любому у тебя будет кровь сгущать. Всегда следите. Do your blood work. Всегда следите за вашими анализами. Не допускайте сжижения крови, сгущения. Не допускайте ухудшения печеночных проб. Не допускайте падения жиростворимых витаминов. Всегда будьте на чеку. Каждый месяц, если вы на ТРТ, вы должны или на коках контролировать ваши анализы. Хотя бы раз в два месяца. Потому что очень быстро эта вся история ухудшает состояние. Теперь. Свой поднимается. Еще раз. Убрали алкоголь. Убрали лень. И начали тренироваться. И ваше тело восстановит уровень вашего гормона. И для женщин это важно, и для мужчин важно. Для мужчин мы определили, тестостерон доминирует, эстрадиол за ним. Для женщин эстрадиол впереди, тестостерон за ним. И должен быть баланс. И у мужчин и у женщин не должно быть такого, что тестостерон чисто мужской, и женщинам он не нужен. Он категорически нужен. Или эстрадиол чисто женский, мужчинам он не нужен. Он категорически важен мужчинам. Не должно быть дисбаланса просто. У женщин, когда дисбаланс, и тестостерон доминирует эстрадиола, вы видите все признаки вирилизации, опускания голоса, линия челюсти, волосатости, мышечная масса, это ради этого изначально берется. Но куча побочек. А у женщин, а у мужчин, когда вы видите увеличение эстрадиола, мы уже обсуждали вот эту историю с гинекомастией, вот это вот пузатое, обычно оно там ручечки начинают становиться тоненькими. Это когда смотришь на мужчину, который с эстрадиоловой доминацией, у него обычно руки, мышечная вся основная масса, она у него уходит, и торчит пузо. Тоненькие ручки, тоненькие ножки, и круглый живот. Это, ну, к сожалению, значит, очень, ну, видите, да, начинают выпадать волосы, очень актуально, активно там на ногах. Вы видите такие мужчины сплошь и рядом, может быть, у вас дома такой мужчина находится, и нужно в этом случае спасать, не потому что, типа, нужно там худеть, еще что-то, рак, рак по-мужски очень опасен, просто уничтожает такое количество мужчин, которые, еще раз, после работы он пришел, он устал, мы это уважаем, мы это все понимаем, но, если ты хочешь жить, и ты работаешь на тяжелой работе, ты устаешь, чтобы обеспечить свою семью, то ты должен быть рядом со своей семьей как можно дольше. Но часто мы забываем о том, что мы вроде бы как работаем, но при этом то, что мы делаем после работы, укорачивает наш суммарно срок нахождения рядом с семьей. И уходят мужчины из жизни намного раньше, и дети очень, да, вы представьте травмированность детей, травмированность семьи, если мужчина работает все, и у него дети, там подростки, например, его в 40 с чем-то или 50 с чем-то не становится из-за инсульта, хотя он очень эффективно, много, всегда старался работать, но упустил возможность следить за своим здоровьем, а других форматов нет. Тут не важно, сколько ты денег заработал, с тебя нет, ты нужен твоей семье. Действуйте, прошу вас, ребята, пальцем и обязательно подпиской, потому что в этих эфирах я делюсь с вами простыми знаниями, как сохранить свою жизнь. Для тех, кто к нам идет на ПГ-марафон, пожалуйста, под видео в YouTube и в Instagram самый первый пост. С сегодняшнего дня открыта активная регистрация. на это воскресенье стартующий новый августовский, получается, у нас уже сезон, последний летний сезон, в котором я и лично консультирую, и в котором, ребята, мы не только сбрасываем вес, мы укрепляем здоровье, и целых три недели, 21 день мы вместе. Это самый эффективный инструмент по укреплению здоровья, не только похудению, но и восстановлению гормонального фона, улучшению качества жизни, продлению длительности, восстановления вопросов, которые у людей десятилетиями висели. Мы стараемся комплексно адресовать вопросы здоровья. Пожалуйста, действуйте, присоединяйтесь и не дайте лени взять верх, ребята. Я жду вас в это воскресенье и, конечно же, с огромным удовольствием буду вас лично уже консультировать. Если вы не можете этого сделать, посмотрите ролики, запоминайте, действуйте самостоятельно. Но работа должна вестись. Каждый божий день работа должна вестись. Вы ни при каких обстоятельствах не можете себе позволить остановиться и ждать лучшего времени, более удобного времени, потому что каждый день ты можешь бороться против старости, против приближающихся болезней, с уже имеющимися болезнями. Каждый день ты можешь пойти в сторону оправданий. И вы помните, оправдания лучше всего звучат для ушей тех, кто их генерирует. Когда тебе кажется, что уже все, и ты не можешь, и ты устал, ребята, все 40% ваш мозг вас защищает. Не старайтесь слушать голос оправданий. Работайте над всеми возможными для вас данными форматами и абсолютно данными вам Богом, ребята, днями, часами и месяцами над своим здоровьем, над благополучием своей семьи. Я вас обнимаю. Боль дисциплины или боль сожаления, как всегда, чемпионы мои. И до завтра. Спасибо большое. Искренне, искренне, искренне вас благодарю. Спасибо.